Добрый день, друзья! Небольшой фрагмент, минутный, записал перед началом эфира со Станиславом Юрьевичем Садальским. Про Анарусову и про Собчак, ну в основном про ненормативную лексику. И еще в конце оставлю анонс, минутный анонс, и там за 15 секунд до конца он звуки такие сдаёт. Чтобы вы знали, это он показывает, как поёт Мария Максакова. И он говорит, ты же меня тоже посылаешь. Я говорю, ну мы друзья с тобой, я могу, а дочка не имеет права так. А вы странно, что вы так к ненормативной лексике относитесь? Я слышал, что вы говорили, что вы не признаёте, что на сцене... На сцене категорически. А в жизни можете? В жизни обожаю. А, даже так, да? Это другое, на сцену нельзя, и там вон, нельзя на сцене ругаться. На сцене нельзя ругаться, потому что это вот публика, один читал одну книгу, другую, третья, это очень умный организм. Зрители. Они когда вместе собираются, происходит чудо. Они очень умные, они очень образованные. Хотя, вот сам по себе, может быть, они не образованные, но когда они вместе, происходит какое-то волшебство. Ну, вот, а ваша, она русу любимая, она же матерится или нет? Или там только Сеяна Анатольевна? Нет, она интеллигентная, она учится, она разгарикой учится, скажем, мы с ней можем иногда, мы с ней иногда можем, мы с ней очень хорошие. В гостях у Евгения Додолева крайне эксцентричный персонаж. Уникальный герой отечественной богемы, истинно народный артист Советского Союза Станислав Садальский. Проспались утром, все в апельсинах. Он установит свои правила. Вы гость, вы решаете, что делать. Брали надпочечник, у меня нет чувства страха. Буду вас уже Евгений Моисеевич называть. Поиграет на нервах. Хватит уже интригу держать. Какое убожество, думать одной и говорить то же самое. И раскроет страшные тайны. Актер, которого боятся колени. Сеанс черной магии театра на Таганке. Золотая рыбка Станислав Садальский. Кто смотрит программу Додолева, был здоров. Премьера. Смотрите в пятницу в 0.50 на телеканале Москва. Доверие.